вон там black label по идее я за ним пришел вот такую штучку еще возьму этот похоже поинтереснее такой набор русского иммигранта в сербии два черного чая ситечка для чая и ментос радуга серби называется дед мороз дед мраз говорят это кулинария работает уже сто лет вроде пока я покупал этот хозяин со всеми здоровается в окошко смотрит сегодня новый год сербские песни я узнал что сербов всего 6 миллионов очень маленькая такая страна продуктовые магазины работают сегодня до 6 часов еще два часа и у меня в планах сейчас пройти до центра посмотреть что там происходит и зайти в магазин купить какой-нибудь еды праздничной потому что завтра еще не будут работать магазины скорее всего продуктовые я заодно хочу купить что-нибудь на завтра последние много лет уже я борюсь с чувством брошенности и одиночества когда оказываюсь среди людей особенно в людных местах в центре города кстати не особо людно сейчас на улице но я вижу что многие сейчас тусуются в барах девушки в красивых платьях и на улице на самом деле очень мало людей сейчас пол пятого и когда я попадаю в места где все веселятся разговаривать со своими друзьями смеются мне становится капец как грустно вот и даже сейчас вот здесь вот стригся я уже сейчас вижу вторую такую тусу все набиваются внутрь и стоят я сутки слава на сад так меня под накрывают там он продает горячее вино кувана кажется это называется и там обычно тусуются много русских кого за 130 твикс за 90 маленький снег из за 64 черный чай это большая редкость сербия я вот вижу ахмат но это причем не чай неожиданно я вижу русско салат сейчас попробую сказать слово здраво а молим русско салат 300 400 грамм зале не застал концерт но непонятно он будет или был мне стало полегче когда прошел по центру все таки праздничная атмосфера немножечко передается у меня еще один заказ в работе буду доделывать его в течение двух-трех часов здесь у меня ограниченное количество гигабайт в месяц до конца месяца вот осталось несколько часов я трачу их на скачивание парочки игр спс-стори я щас подумал о навальном ему сейчас лет 45 и его посадили болит на 19 лет то есть по сути ему дали пожизненное и все эти пожизненные все вот эти три года он сейчас сидит в одиночной камере где просто просидеть 50 дней это можно уже сойти с ума жизнь просто по ходу превращают в ад так прикольно вот люди на этом на этой тусе в кафе подпевают знают о чем вообще речь в этой песне делаю вот такой принт для футболки и обратная сторона не знаю наверное обратную сторону есть сегодня не буду делать из-за праздника а вот эту рыбку скорее всего доделаю щас я вспомнил новый год мне тогда было 16 или 17 лет в общем я помню как я возвращался домой пьяный с тусы и вокруг шли люди запускали по моему салют веселились а я шел пьяный и шатался и кричал всем с новым годом мог упасть например сугроб стаде тоже опять заорать с новым годом все просто проходили мимо из батареи на меня презрительно мы тогда я тогда подумал были вот так вот заводить людей это непросто говорят этот чувак который сейчас выступает это музыкант который часто в фильмах кусту рецы играют а и Три, два, один, Сочи! Три, два, один, Сочи! Прикупил инструментов в китайском магазе за смешные 750 рублей. В это входит еще лента, метр и еще одна отвертка. Мне надо переделать рабочий стол. Вот это известное здание в Сербии. Его на разных путеводителях показывают. Но я не знаю, что это за дом. Отличный аппарат, отличная машинка. Ранее воевал с ПКФ, а вот сейчас перешел к Афе. О, это русский шарманчик, там впереди сейчас будет. Странная штука. Попробуй с ним по-русски, наверное, поздороваться. А вчера вот здесь стоял чувак, весь во всем черном, с ноутбуком. И показывал разных мертвых цыплят. А вот прикольный чувак еще. Причем он русский. Привет! И в общем стоял чувак, полностью во всем черном. И в маске, в белой маске такого, короче, анархиста. Ну как, блин, в белой маске, которую одевают всякие анархисты. Из фильма, я забыл как называется. И в общем он был за веганство. За то, чтобы не мучить животных. Но на вид он выглядел как школьный стрелок. Это вот тоже русский чел в краске. Привет! Тестирую плавную картинку ночью. Стараюсь идти аккуратно. Держу одной рукой. 4К, 60 кадров в секунду. В июне приезжают в Белград Том Йорк с группой The Smile. Там, по-моему, один еще человек из Радио Хэда. Джонни Гринвуд. И еще какие-то ребята, я вот не помню. Билет стоит 4 900 и 5 600. Концерт будет 14 июня. Через полгода. Думаю, через пару месяцев будет... Начнется Третья мировая война. Нападут на Россию. Начнется Третья мировая война. Начнется Третья мировая война. Все развитые страны будут мучить Россию. Россия замутит, чтобы ее диктаторские друзья тоже присоединились. Какой-нибудь Иран, Северная Корея и, может, какая-нибудь еще африканская страна. Ну и вот и будет это, короче, месила на территории России и Ирана. Между прочим, я довольно точно предсказал мобилизацию в России. У меня даже есть видеоролик за несколько дней до мобилизации. Сербия, скорее всего, участвовать не будет. Сегодня суббота. Зайду в свою пекарню и куплю что-нибудь еще с мясом. Погода супер. Вроде это горчица. Короче, есть кисель эмблета и кисель эмблака. Что-то из них сметана. Самая бесячая продавщица из всех в Сербии, которая у меня встречалась. Я с ней уже не здороваюсь, не прощаюсь. В пекарне самая самая прикольная продавщица. Хотел его погладить, но он что-то там бежит. Я взял бурек с мясом и парочку булочек. Пахнет как вкусно. Я взял кисель эмблака. 20%. А есть еще и кисель эмблака. Ну, надо было взять для сравнения. Потому что мне это вообще ничего не говорит. Ладно, все-таки возьму ложку. Странная субстанция. Музыка. 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 Да, павлака это скорее всего сметана. Продолжение следует... Продолжение следует...